Вопрос, который поднят в книге «Гит-Ор-Рут-Ташува», новое издание, глава 100. Один человек, он купил лотерейные билеты, и когда уже вышли номера, он начал проверять в газете, и он видит, что он выиграл вот этот приз. Все вот эти номера он посмотрел, и он видит, что он выиграл эти деньги. И это большая, громадная сумма, 100 миллионов долларов. Этот человек встал и сказал «Баруха Таашеме, люкейну мелеха олам хаттов вамитив». Спасибо тебе, Бог, что ты добрый, и ты делаешь добро другим. И вдруг, через несколько минут, он взял газету и стал проверять, и видит, что что? Что он ошибся. Он, оказывается, ошибся на один номер, и, оказывается, он не выиграл. Вопрос, который задается, если этот человек, он сказал «Напрасное благословение или нет?» Почему «Напрасное благословение?» Потому что что? Потому что он, оказывается, ошибся, а имя Бога не зря говорит. И потом он обратно взял газету и еще раз начал проверять, и что он видит? Это, оказывается, он выиграл. Я не могу понять, такие люди здесь бывают. А теперь он обратно радуется. Он раздрабатывает первое, и моя радость. Она полностью ушла, когда я думал, что это не пятерка, а шестерка в моих глазах хтипли были. Я был обижен. А сейчас обратно я вижу, что это, оказывается, я выиграл. Я должен заново барахол говорить или нет? В этой книге Гитару Рутушуа, глава номер 100, говорит, что мы можем это сравнить с тем, что написано в Шулхана Рух, законной траура, Юре Диа, глава 340, параграф 26. Если человеку позвонили и сказали, твой папа умер, его папа живет в Израиле, он живет в Америке, ему сказали, твоего папа зовут Ильич Усупов, да? Он умер. А, он умер, мой папа. И он взял и сказал, бараха, барахата Ашемель, окенмер, хаулам, даяна Аймед, порвал свои одежды. И потом, что стало, уже он начал соблюдать траур, и потом сказали, это, оказывается, не твой папа Ильич Усупов умер. Это его однофамилец. Есть много людей, которые однофамильцы. И он перестал держать траур. И потом, что стало, ему обратно сказали, что его папа умер. Теперь, что он должен делать? Ему сказали, папа умер. Потом кто сказал, нет, это не твой папа умер, это однофамилец. Потом позвонили, говорят, оказывается, твой папа был. Да, потому что раньше телефонов не было. Вы помните, когда был Ильич, думали, что он умер. Говорили, Ильич Мурдей, Ильич Мурдей. И потом, когда он по-настоящему умер, люди не верили. И что, то, что он порвал одежду, это достаточно. Он не должен заново порвать одежду. Почему? Потому что он порвал одежду. И теперь то же самое и здесь. Этот человек уже барахон сказал на радостное сообщение, что он выиграл лотерей. Поэтому он не должен. Но, говорит книга Иторут Шува, что, может быть, невозможно это сравнить с знакомыми траура. Почему? Потому что, на самом деле, его папа порвал одежду. Он умер, и он порвал одежду. И поэтому он уже исполнил митцву порвать одежду. Но здесь, да, он услышал обратно новость, что он, оказывается, выиграл. И он полностью сделал перерыв между этим и этим. Поэтому заново, может быть, стоит сказать ему, барахон, а то ва митцву. Маосе и рабба и хачи беструлю кинюльдан, но баша то ва бад. Одному человеку позвонили и сказали, Мазальтов, Мазальтов, у тебя родилась дочка. Когда он пришел в больницу, ему показали девочку, и он сказал шахиону. Написано в Мишнабрура, глава 223, параграф 2, что если человек первый раз видит своего ребенка, который родился, он может сказать шахиону. Неужели это хуже, чем тот, кто видит своего друга, которого он не видел 30 дней, он должен сказать шахиону. Я не думаю, что это наш обычай, что если у вас родился мальчик или девочка, что вы сказали шахиону. Но Мишнабрура говорит, что есть такое мнение, может быть на самом деле закон такой, но я никогда не видел, не слышал, чтобы человек говорил барахал, если у него родился новорожденный. На следующий день, когда этот человек пришел снова в больницу, он видит, что его жена держит другую девочку. Что такое? Оказывается, вчера была ошибка, показали ему не ту девочку. И это не была его девочка, это была другая девочка. А теперь этот человек сейчас первый раз видит свою дочку, которая на самом деле его. Он должен заново сказать шахиону или нет? Отвечают мудрецы, что он не исполнил митцу, когда он сказал первый раз, потому что это не была его дочь. И поэтому это было напрасное благословение, и здесь он должен заново сказать шахиону. Рабай Шломо Залман Ойрвах в своей книге «Халихот Шломо», глава 23, параграф 10, говорит, что не надо говорить шахиону, если у человека родилась дочь. Только если вы своего друга, которого вы обожаете, вы его знаете, вы его хорошо знаете, вы его 30 дней не видели, вы должны сказать шахиону, но если у вас родился ребенок сегодня или вчера первый раз вы его видите, вы этого ребенка еще не знаете, и тем более, что может быть ошибка, может быть ребенка поменяли и так далее, не дай Бог, если поменяли. Поэтому он говорит, что не надо говорить бараха, если у вас родился ребенок, и вам показывают его в первый раз. Когда человек надевает новый костюм, новый пиджак, он должен сказать шахиону. В Союзе говорили шахиону также и на новую рубашку, в Израиле, когда у них годовщина отца или матери, сыновья умершего, они что надевают? Рубашки. Шахиону говорят. Только я не знаю, как они надевают рубашку, разве они там в майке и в Талит-Катан перед всеми людьми. Я не знаю, как они это делают. Наверху рубашки еще рубашку. И знаете, я не думаю, что это нормально, чтобы человек надевал рубашку наверху рубашки. Понимаете? На Талит-Шахиону. Если вы первый раз в жизни надеваете, то люди говорят шахиону, но если нет, то в Шахиону на Талит не говорят новый. Талит-Катан-Шахиону. На большой говорят шахиону, на маленький не говорят. Нет. А первый раз в жизни вы взяли на себя эту митву, принято говорить шахиону, но если вы просто меняете его, новый купили, шахиону не надо говорить. Почему в Израиле говорят на новую рубашку шахиону? В Союзе говорили на рубашку шахиону. Когда мне было 13 лет, делали бармитву. Я встал на стульчик, во дворе у нас была бармитва, клетч-тек, рубашка красного цвета, я помню, сказал шахиону, и он надел. В Израиле так, как жарко. В Союзе это была небогатая страна, люди жили бедно, и поэтому там приобрести новую рубашку, это был праздник. шахиону, спасибо Богу, что я дожил до этого дня. В Америке рубашка это не бигдил, поэтому мы на рубашку шахиону в Америке не говорим. Но если это очень дорогая рубашка, которая стоит 100-150 долларов, и вы очень довольны, возможно, что можно говорить шахиону. В Америку мы только на пиджак говорим шахиону, но в Израиле, так как там жарко, пиджак многие не надевают, поэтому на рубашку они тоже говорят шахиону. Рубашку что это? Я не помню, если я одел не на майку, не помню, может у меня футболка была, что-то у меня было, я не помню, у меня видео есть. Человек купил новый костюм, сказал шахиону, и вдруг он видит, что там есть дефект, там проблема есть. Кшенигаш лаханута халифа, и хлифу лоба халифа херет, а теперь ему дали новый костюм, он пошел в магазин, говорит, вот смотрите, я купил дефект, я, говорит, хочу вам вернуть. Ему дали другой новый костюм, он должен шахиону за мной говорить, или нет? Итак, говорит Равай, Шалом Ильяшев, да будет он жить долго, на самом деле он умер, 6 лет назад, эта книга была написана 9 лет назад, 8 лет назад, что он не должен говорить шахиону заново. Поэтому, так как он уже шахиону сказал, окей, и он не радуется заново, это тот, он просто, дали ему не тот костюм, поэтому он говорит, что шахиону заново не надо говорить. Еще один вопрос, на этом мы закончим. Один человек угнал в Израиле машину, и он, когда угнал машину, он очень сильно боится, что полицейские его не поймали. Он 5-10 минут ехал на этой машине, и он решил забежать в киоск и купить какой-то напиток, и когда машина была там, на улице, он пока забежал в киоск, она взорвалась. Вот этот хозяин машины, он был связан с мафией, он мафии деньги не дал, или что там натворил с мафией, и мафия под машину ему поставила бомбу. Когда машину заведете, через 10 минут она взрывается. Взрывается. Теперь этот человек, ему повезло, что он забежал в магазин, и когда он был в магазине, эта машина взорвалась, это только осталось, не знаю, что осталось там. Очень-очень сильнейший взрыв был. Олам Тахтон называется. Олам Тахтон в Израиле переводится мафия. Мафия положила бомбу. Теперь через видеокамеру увидели, что он угнал машину, когда он забежал в киоск, там было видно, и эта машина, это он угнал. И потом хозяин машины говорит, иди сюда, ты должен за мой митюбиши 15 тысяч на стол поставить. Он говорит, извини, я тебе спас жизнь. Если бы я, говорит, твои машины бы не угнал, от тебя бы ничего не осталось бы. Ты, говорит, наоборот, мне еще должен 150 тысяч дать. Он говорит, нет, когда ты угнал, ты не знал, что там бомба была. Как вы думаете, он должен заплатить за машину или нет? Хоть даже мы ненавидим воров, но закон говорит нам, что этот человек, что? Этот человек, он не должен заплатить. Он не должен заплатить, потому что он, на самом деле, эта машина взорвалась, хоть даже у него намерения были нехорошие, поэтому он говорит, что он не должен заплатить за эту машину. Вот мы на этом закончим. Всем вам хорошего дня. Когда человеку суждено жить, ничего не поможет. Поэтому ему суждено было жить, вот Бог его спас. Аминь, аминь.